Уважаемый министр здравоохранения, это обращение от нас, волонтеров, к вам. Если вам кто-то докладывает, что на местах лекарств достаточно, что все стационары обеспечили лекарствами, все это вранье, никому не верьте. У нас есть достаточно видеоматериала. Мы принимаем передачи у родных и доставляем их до палат. И у нас есть очень много видеоматериала. Если вы не примете меры и не раздражаете людей, показывая, какие гуманитарные помощи приходят в Казахстан, на места эта помощь не доходит. Если вы не примете в кратчайшие сроки меры, мы начнем выкладывать все видеорепортажи с отделений. Вы должны понять, что очереди перед аптеками вследствие того, что в стационарах провизорных нет лекарств. Если бы здесь было все достаточно, не было бы очередей. В этих очередях люди заражаются, друг друга заражают, у них нервное истощение. Вы поймите, что все носятся по городу, ищут лекарства. И вот этот спрос породил такие цены, что таблетки, которые стоят 300 тенге, сейчас стоят 25 тысяч. Примите меры. Не можете принять меры? Тогда пусть придет на ваше место тот, кто с этим справится. Хватит, не издевайтесь над народом. Я хотела бы еще добавить тому, что сейчас по спекулятивным ценам продают лекарства и завышенно где-то пытаются на горе людей разбогатеть. Я считаю, что таких людей нужно посписочно показывать, кто это делает и для чего это делает. И я тоже считаю, что обеспечьте всех лекарством, раз они есть. Почему не доходят лекарства? Гуманитарная помощь, которая прибыла с Катар, мы все видим. Гуманитарная помощь сегодня прибыла с Москвы с лекарствами именно нового выпуска для лечения ковид. Мы будем следить, в какую больницу, какой пациент бесплатно эти лекарства будет применять. Если мы будем ходить по палатам, снимать видеорепортажи, если наши люди будут гибнуть от нехватка лекарств, освобожайте все места. Мы просто не дадим народу Казахстана умереть без средств, лекарств. У них нет денег, у них нет работы. А теперь они получились и нету здоровья. Для чего мы докатились, чтобы открыть временные стационары, вот эти по тысяче квадратов ресторанов, нахрен, кому они нужны, если народ гибнет. Завтра, когда народ весь погибнет, кто пойдет в эти рестораны, на что вы надеетесь, с другой планеты Марса, что ли, людей привезти? Немедленно принимайте меры. Обеспечьте все стационары лекарствами. Первое. Обеспечьте все стационары питьем, элементарно водой, элементарно водой, кумысом, хорошим питанием. Неужели это сложно сделать для нашего государства? Мы все эти годы ничего не просили. Мы сейчас просим поддержать больных, поддержать медицинских работников. Еще я, знаете, хотела добавить, что вот это вот выглядит как геноцид. Поэтому я против геноцидов, так же, как и все, весь народ Казахстана. Уважаемый министр здравоохранения, к сожалению, в нашей стране за годы, за десятилетия вы построили такую систему, в медицине такая система. Ни один из медсестер, у них с рукавов выливается пот, но никто никуда не пожалуется. Это вы выстроили такую систему. Не примите меры, мы будем выкладывать все видео, что есть. Это будет бомба. Все, тогда мы этим займемся. Хватит издеваться над медиками. Поддержите медиков, не издевайтесь над ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...